Разрешите доложить о работе по привлечению иностранных инвесторов и той работе, которая проводится в рамках 55-56 шагов плана нации. В последние годы мы видим тенденцию перетока иностранных инвестиций в развитые, защищенные регионы из развивающихся стран. По данным организации ЮНКТАТ, по итогам 2015 года заметно снизились инвестиции в развивающиеся и даже в ряде развитых стран. Это коснулось и Казахстана. По итогам 2015 года прямые иностранные инвестиции снизились в основном в горнодобывающей промышленности почти более чем на 50%, добычи сырой нефти на 60%, торговли на 47%, это данные Национального банка. Вместе с тем, те отрасли, которые таргетируются в рамках программы индустриализации, показывают определенный рост. К примеру, прямые иностранные инвестиции увеличились в производстве продуктов нефтепереработки, машиностроении, производство пищевых продуктов почти на 30%. В первом квартале 2016 года мы видим определенное восстановление темпов инвестирования. Так увеличился чистый приток прямых иностранных инвестиций и составил по итогам первого квартала 2,7 млрд тенге. Это уровень 2013-2014 года. Мы ожидаем по итогам года восстановление на уровне 9-8 млрд долларов прямых инвестиций. Теперь позвольте доложиться о ходе реализации 55 и 56 шагов плана нации. По 55 шагу привлечение минимум 10 транснациональных корпораций в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки. По итогам 2015 года было запущено 5 новых производств с участием следующих транснациональных якорных инвесторов на общую сумму свыше 20 млрд тенге. Это General Electric, США завод по производству дизельных двигателей «Джева» в Астане. Объем инвестиций составил более 7 млрд тенге. Халибертон, также США завод по производству боритового концентрата на месторождении Бестюбе в Харагандинской области. Объем инвестиций порядка 4 млрд тенге. Китайская корпорация «Джак» запуск первого этапа производства автомобилей бренда «Джак» методом крупноузловой сборки. Объем инвестиций порядка 8 млрд тенге. Highway Key Line, Япония, транспортно-логистический терминар в городе Алматы. Объем инвестиций свыше 2 млрд тенге. Тикурила, Финляндия, завод по производству лакокрасочной продукции в Алматинской области. Мы активизировали работу по привлечению ТНК в Казахстан. И в целом видим, что интерес инвесторов на сегодняшний день не снижается. В 2016 году осуществлен запуск проектов по строительству нового цеха трубных резьбонарезных линий с участием итальянской компании «Тенарис» с объемом инвестиций порядка 14 млрд тенге. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию второй этап проекта по производству автомобилей бренда «Джак» методом мелкоузловой сборки. Также в 2016 году планируется начать строительство четырех проектов, в том числе с участием транснациональных компаний. Это второй этап работы «Еврохим» в Жанатасе, в Жамбольской области, химический комплекс по выпуску минеральных удобрений. Общий объем инвестиций составит за этот период более 300 млрд тенге. «Кармингхаус» групп «Бельгия» строительство завода по производству высококачественной известий, «Сарапанское» месторождение в Караганзинской области, объем инвестиций 8 млрд тенге. Корпорация «Хикма» в Великобритании строительство завода по выпуску фармацевтических препаратов в Алматы, «Симпи-Си» строительство завода стальных труб большого диаметра в Алматы, «Эйрликвид» в Франции, производство технических газов. Этот перечень увеличивается, мы ведем постоянную работу с инвесторами. В соответствии с поручением главы государства для активизации и привлечения инвестиций, нами были подготовлены и направлены 240 крупным потенциальным инвесторам предложения по инвестированию в приоритетный сектор экономики и проекты, а также в таких отраслях, как агрохимия, нефтехимия, машиностроение, АПК, легкая промышленность, строительная индустрия. При этом в эту работу максимально были вовлечены все наши депмиссии, посольства. «Казныхсинвест» также ведет точечную работу по привлечению инвесторов из списка «Глобал-2000». 56-й шаг – создание в приоритетных секторах экономики совместных предприятий с якорными инвесторами, международными стратегическими партнерами. Мы активно работаем со следующими якорными инвесторами – это «Кремонини» – проект по строительству мясоперерабатывающего завода с откормочной площадкой, «Рио Тинта» – проект по разведке медно-порфировых руд, «Рено-Ниссан Автоваз» в Восточно-Казахстанской области, производство автомобилей полного цикла на базе «Азия-Автоказахстан», «Илюка Австралия» – строительство завода по переработке редкоземельных металлов, «Аэрбаз Франция» – строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в городе Астана, а также ряд других. Кроме того, в 2015 году реинвестировано пятью компаниями, в том числе транснациональными корпорациями «Данон», «Латэгрупп», «Кока-Кола». В создании и расширении существующих производств на территории Казахстана более 20 миллиардов тенге, создано более 500 новых рабочих мест на существующих предприятиях. Также в 2016 году мы планируем, что пять действующих корпораций, в том числе транснациональные, «Текурила», «Эджибаши», «Данон», будут реинвестировать производство на сумму более 7 миллиардов тенге в таких отраслях, как строительная индустрия, легкая пищевая промышленность. До конца 2016 года у нас есть шесть действующих инвесторов, в том числе «Лакталис», «Халибертонцемент», «Италцемент», «Альстом», «Который планирует реинвестировать в проекты на сумму более 30 миллиардов тенге, созданием еще порядка 440 рабочих мест». Это говорит о определенном доверии к инвестиционному климату страны. Для того, чтобы не пропала ни одна инициатива иностранных инвесторов, была выстроена система мониторинга реализации проектов по принципу «фоллоуап». Всего у нас свыше 300 проектов с участием иностранных инвесторов, из которых активных 220 проектов на сумму свыше 30 миллиардов долларов США. На внешнем уровне проекты закреплены за нашими дипломатическими миссиями, на центральном уровне за основными отраслевыми министерствами, так, министерство сельского хозяйства 59 проектов, министерство энергетики 50 и министерство инвестиций и развития 161 проект. На региональном уровне за Акиматами также ведется мониторинг по этим проектам. Все проекты находятся на постоянном мониторинге. В соответствии с достигнутыми договоренностями главы государства продолжается работа с инвесторами в рамках страновых программ по привлечению инвестиций. Сейчас у нас в активной стадии проработки и сотрудничества с такими странами, как КНР, это 51 проект, с Турцией 47 проектов, с Россией 30, и Ираном 31 проект. Одним из главных приоритетов для нас остается улучшение инвестиционного климата. Первое. Приняты новые законы. Это предпринимательский кодекс закона СЭС, закона ГЧП. Приняты ряд подзаконных актов. Проводится планомерная работа по вхождению в Комитет по инвестициям УЭСР в 2017 году. Вхождение в Комитет будет показателем того, что инвестиционный климат Казахстана соответствует стандартам этой организации. В частности, принят детальный план по улучшению инвестиционного климата. Этот план утвержден постановлением правительства 24 февраля 2016 года. Ключевыми направлениями плана являются упрощение миграционно-визных вопросов для инвесторов, улучшение налогового и таможенного администрирования, а также дальнейшее улучшение системных инструментов привлечения инвесторов. Второе. Внедрем принцип одного окна для инвесторов. Порядка 300 государственных услуг оказываются сегодня через одно окно с целью минимизации административной нагрузки на инвесторов и упрощения их взаимодействия с государственными органами. С начала года по всей стране обратились и получили эти услуги свыше 2500 инвесторов. С 2017 года инвесторы смогут получать консультации и госуслуги в режиме онлайн. Третье. Продолжается работа по защите прав инвесторов в рамках Института инвестиционного омбудсмена. За время работы этого института поступило свыше 90 различных обращений инвесторов. По большинству из них вопросы сняты. Мы видим, что у инвесторов появилось доверие к этому институту. На внешнем уровне вовлечены наши посольства за рубежом. По согласованию с вами в 10 приоритетных странах направляются специальные советники послов по инвестициям. Это такие страны, как Великобритания, Южная Корея, Германия, КНР, Франция, Япония, Иран, Индия, Италия, США. Открыты 5 региональных фронт-офисов Казнекс Инвест, которые будут работать в тесном контакте с инвесторами и выступают в качестве одного окна за рубежом. Уважаемый Карим Кожемканович, в целом, с учетом задач, поставленных главой государства, мы проводим активную работу с инвесторами, в том числе с транснациональными корпорациями и проводим максимальную работу по улучшению инвестиционного климата страны. Продолжение следует...